Приступить к строительству нового дворца спорта хотят уже в этом году. Решение о начале разработки проектной документации приняли на внеочередной сессии горсовета. Спешка, отмечают в мэрии, связана со стремлением оперативно получить деньги из госбюджета. Предварительно дворец обойдется в 480 миллионов гривен, 420 из которых в течение нескольких лет могут поступать из Киева. Точных сумм и графика пока нет. А вот место подстроительства известно. Спорткомплекс может появиться напротив нового терминала Одесского аэропорта. Новый комплекс по задумке должен стать альтернативой дворцу спорта на проспекте Шевченко. В районе аэропорта хотят проводить соревнования на самом высоком уровне. Кроме того, объект должен стать и концертной ареной. Спортивное сообщество новость восприняла положительно. Много разговоров велось о том, что будут построены разные спорткомплексы на Спартаке, в районе Центролита, где-то в районе Пересовского моста, парке Ленинского комсомола, который сейчас уже советский. Но все это было только разговорами и мы спортивные журналисты все время охали-ахали и говорили, да ладно, ничего не будет. Насколько это хорошо, я считаю, что это обязательное условие для любого города, который себя уважает. В то же время не все депутаты и общественники поддерживают такой оптимизм. Претензии возникли из-за плохого транспортного сообщения, необходимости спиливать десятки деревьев и отсутствия общественных слушаний по этому вопросу. Кроме того, смутил активистов и заказчик строительства – коммунальное предприятие «Стадион Спартак». У общественников есть своя версия относительно того, почему столь важным вопросом занимается именно оно. Насколько мне известно, произошел рейдерский захват данного частного предприятия, которое и инициировало все это дело. И таким образом, для того, чтобы досрочно разорвать договорные отношения и выселить арендаторов, которые являются независимы от городского совета и работают именно в интересах одесситов, и принято решение о том, что данный стадион проще перенести, к примеру, в проектируемый спортивный комплекс, а данную территорию застроить высотками. Вопросы возникли и у архитекторов. Говорят, судя по предпроектным предложениям, уже есть ряд замечаний. Но больше всего озадачило отсутствие архитектурного конкурса. Это очередной, скажем так, градостроительно значимый объект в нашем городе, который делается и без архитектурного конкурса, и фактически без участия профессионального сообщества архитектурного. У нас есть закон об архитектурной деятельности, в котором в очередной раз напоминаю, что написано, что подобного рода объекты должны проходить через архитектурные конкурсы. От того, насколько качественно будут проведены подготовительные работы и соблюдены все процедуры, зависит и будущее нового спорткомплекса. Репортер продолжит следить за ситуацией.